Всем привет! Это первое видео в новом 2023 году. Поздравляю с Новым Годом всех подписчиков и зрителей моего канала. Вчера Владимир Путин записал новогоднее обращение, в котором он с абсолютно безумным видом, стоя на фоне экрана с изображением неких людей в военной форме, в очередной раз заявил, что Россия защищает людей на своих исторических территориях, а также, вы не поверите, строит и созидает. За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем. Вы знаете, я даже не буду это комментировать, чтобы просто не занимать ваше время и не говорить каких-то банальных слов. Я лучше просто покажу вам свежие фото исторического центра Мариуполя. Вот так выглядит город в эти новогодние праздники. Как видите, строительство и созидание идет просто полным ходом. Ну а на самом деле центр города выглядит абсолютно мертвым. Заброшенные руины, пустые улицы, нет жизни, нет людей. Ну а дальше для полного погружения в праздничную новогоднюю атмосферу Мариуполя я покажу вам еще и видео из этого города. Его снял бывший депутат Одесского городского совета Игорь Дмитриев, который еще с 2014 года перешел на сторону России. Сейчас он часто бывает на оккупированных территориях. И вот такое видео он снял в Мариуполе. Улица Московская. Улица Московская. Ну на левобережье много таких мест, районов. Этот бульвар миотиды пострадал сильно. В целом Мариуполь чуть поменьше пострадал. В целом Мариуполь такими районами. Есть разрушенные практически полностью дома. Есть относительно целые. Но с коммунальным хозяйством, с этими бытовыми моментами ситуация аховая повсеместно. Да, домов больших нет. Я потом покажу, что здесь было. Здесь были такие высотки с видом на море. Я их сейчас не вижу. Приморский район Мариуполя. Вон там Азовсталь. Улица Морская. И бульвар миотиды. Здесь высотки такие стояли. Обращенные к морю. И вот район за ними из девяти и там пятиэтажек снесен. Справа, видимо, готовится к сносу. Вот сам бульвар. А вот. Как может не надо. Расскажите, как дела? Вы остались с детишками? Да. А что вы, какие перспективы? Никаких. Только свет у нас мы сейчас выключили. Выключили свет? Осталось людей практически никого. Женщина живет над нами. И двое женщин и мужчина. У вас вода? Нет, у нас воды. Вот у нас вода. Там вода замерзает. И тогда в подвалах мы нас подали. Ну, в подвалах. В лазе мы набираем подвалы. А если будет минусовая? Как вы выгреваете? Вот это мы в подвал лазим. А буржуйку нельзя ставить, да? Нет, она буржуйку захоптит. Да, понятно. Ну, ее же можно выводить там как. Ну, я знаю, на балконе, но это... Понятно. И вас много тут, да? Ну, там в подъезде живут, здесь живут. Понятно. А у вас в квартире? Ну, у нас пять человек. У меня трое детей. Трое детей и вы сможете, да? Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества, как милосердие, 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 милосердие. Милосердие. Продолжение следует...